да не уже пошла съемка привет да доброе утро мои дорогие хотел сегодня рассказать как я готовлю этот зеленый борщ только сейчас увидел что это никакой нафиг не щавель это шпинат ну придется теперь рассказать как я готовлю шпинатный суп с яйцом ну принципе она почти такое же самое но есть небольшие отличия я поставил водичку на вы час она нагреется как всегда у нас с вами рецепт в режиме реального времени то есть у нас на приготовление этого супа всего 22 минут не будем тратить время я почистил картофанчик и так медленно мы его маленькими кусочками нарезаем как это я так я был уверен что у меня в холодильнике есть шпината на самом деле уфига у меня его и нет ничего страшного углядывалась сегодня в окно утром никто с корзинками в церковь не ходил не светил полиции понагоняли так что я тоже не посвятил мне пасочку яйца но главное в душе чтобы это все было хорошо и нормально так смотрите я вот порезал картофанчик и наверное я залью его водичкой и поставлю чтобы он закипал поставлю на огонь на большой так пока у нас там будет готовится картофанчик нам нужно ох я приготовить для зажарки мы берем маленькую кастрюль кстати что времени надо налить масло растительного и поставить на огонь тоже масло как мы тоже не жалеем а теперь спички где-то найти в этом доме нашли одну спичку интересно зажмется на а хрень а у меня ж могу поджечь от ахня от соседней комфорки да все разогреваем сковородочку и на ней мы будем делать зажарку нам понадобится маленький кусочек морковки на большой огонь сковородочку и для этого нам нужно терка терочка есть в этом доме тюрочка ну на крупную терку на трём морковь зеленый борщ я добавляю как еще со старых советских времен рис а вот в шпинатный суп я рис не добавляю так приучили потому что помните советские времена рис добавляли куда только можно даже салат из траповых палочек но мы готовим шпинатный суп извращаться мы не будем что есть то у нас есть так я лук отправил на сковородку на большой огонь пока нам не понадобится надо сначала чтобы немножко у нас прихватился лучок сначала мы жарим лук убираем досточку все у нас это закипает на большом огне надо было конечно воду подготовить сразу так убрать морковку что доска понадобится и пока отсюда дело можно шпинат мелко порубить настолько мелко насколько я смогу в советские времена я не помню чтоб шпинат на каждом углу продавался щавель да люди выращивали ну смотря может где это в нашем регионе петрушка укроп щавель был да этого уже когда пошла перестройка появились всякие там кинза среди он был ну не такой распространенный потом попозже появилась руккола до сих пор не знаю как правильно удаление ставить а сейчас всякой стране там разные разные травы салаты и не уследишь так мы нарезали вдоль и теперь надо еще немножко таких поперек а я думал уже на что сейчас буду зеленый бой готовить а вообще у меня руководит парадом жена насчет врачей там зеленый украинский простой классический ну так так у нас уже подхватывается лучок и туда добавляем морковку и ставим на большой огонь так это мы приготовили ну тесточка нам снова понадобится пока я шпинатик переложим в тарелочку так покажу вам что творится у нас в кастрюле а в кастрюле творится кипение картошки тут какая-то пена появилась нам ее надо чуть-чуть убрать и снова ставим на огонь так вода закипела можно даже где наша соль немножко я соль добавляю практически сразу посолить наш супчик шпинатный ставим снова на огонь так конечно рекомендую соль добавлять в конце но фиг его знает я привык а то так все схватывается потихонечку обжаривается кучок морковка этот суп мы пассируем зажарку то есть что означает мы в конце добавляем немножечко муки и размешиваем так это у меня закипела дополнительная вода я добавил кипятка потому что там мало воды было в кастрюле вот она у меня парится сейчас с картошки и вот она у меня непонятно какая пена появляется картошку модифицируют скрещивают со всякой сранью и по пене можно даже определить скрещенная она или нет потому что раньше насколько я помню не было столько поверхностных веществ которые я читал вообще что картошку скрещивают с генами типа порезав можно жарить без этого без масла она сама жир пускает ну в Индии целые плантации американцы но это может и в раке так смотрите как у нас уже она охватилась с лучком и что мы делаем на мыслика его в концертах потушим и на сковородочку это зажарочка лучок репчатый и морковочка видите она такая у нас как бы немного загустела надо обмешивать чтобы она не попадала так ну в принципе картошка кипит выделяет опять вот эту пену снимаем непонятную пену не знаю откуда эту картошку привезли мы ее снимаем и удаляем и смотрим что у нас там по времени а по времени мы спокойно вкладываемся это зажарочка готовится так надо приготовить набор что мы туда будем добавлять а туда мы добавим как всегда классический набор суп суп это лавровый лист это это где она охренеть душистого горошка у меня нету ну хоть такой горошек ай-яй-яй черный горошек молотый до шестого горошка нету мы зато у нас есть немножко что у нас там есть что у нас там есть что у нас там есть корень что у меня есть доска для навески и подставка чтобы показывать что там творится ну что там творится творится то что уже картошка у нас минут пять варится можно туда видите опять эта дипильная пена появляется можно сюда отправить шпинатик и ставить на огонь размешиваем так вот здесь и ставим на огонь накрываем буквально три минутки так ну зажарочка наша немножко еще добавлю чуть-чуть вот это выше она прихватилась видите вовремя мы спохватились чтобы она не подгорела все можно ее отложить в сторону выключить так и что еще а нам понадобится взбить два яйца когда я готовлю зеленый борщ я яйца отвариваю кидаю а когда шпинатный суп мы мы выливаем яйцо выливаем просто как таково вот так берем просто вилочкой вот пихать вот так так отлично ждем пока закипит и нам понадобится еще укроп укроп укропчик мы добавляем в самом конце так есть так есть такое дело так смотрим что у нас там творится а у нас там творится что у нас закипел уже суп вместе со шпинатом теперь мы что делаем мы отправляем туда приправы и ставим снова на есть такое дело сейчас у нас закипит и следующим делом мы туда отправляем что отправляем зажарку и снова ставим на огонь накрываем крышкой и ждем пока закипит вот я могу помыть сковородку с вашего позволения нам понадобится еще выдавить туда несколько капель лимонного сока придать немножко кислоты вот для этого сначала там должен быть жир и он должен закипеть так он закипает в это время я спрячу муку и смотрю что у нас там по времени а по времени я отсвечиваю и чего не вижу так отлично это вы должны видеть так вот такой у нас красивый цвет и я выдавливаю туда лимонный сок видите и снова ставлю на огонь это мы делаем быстро остатки лимончика можно съесть а можно чай сделать но я его съем так супец у нас закипел еще раз тут уже картофанчик зажарочка шпинатик лимонный сок приправки и теперь мы можем ну придется вам так показывать обычно это делается когда это стоит на плите а я вот так выливаю тонкой стройкой и помешиваю яйцо тут еще можно вот так сполоснуть остатки и вот так мы все это помешиваем и ставим на огонь и помешиваем запах офиговый восхитительный я хотел сказать мы ставим досточку и надо нам приготовить дегустационную так это убираем дегустационную тарелочку из которой мы это все будем пробовать так супы полезно готовим обязательно надо есть ну хотя бы через день я не буду там уже каждый оптимальный старые времена в столовых посмотрим у нас видите какой красивенький у нас супчик шпинатный вот вот когда закипит он уже закипел в конце туда еще добавляем укропчик можно конечно укропчик добавлять прямо перед подачей в тарелочку но если вы видели то кастрюлька не брешая это мне на пару раз присесть на табуретке и этой тарелочки тарелочки этой кастрюльки я имею ввиду уже и не будет потому что я жжу много но такая у меня судьба так вот он закипает у нас супчик а ну надо а мы в эту тарелочку насадим кусочек хлебушка приготовить сейчас он у нас закипит вот так что то убавление аж бегу вот он у нас он такой красавец так что у нас по картошке да эта картошка быстро разваливающаяся так что берем черпачок и набираем в нашу тарелочку вот такой красавец суп я тут еще огонь уменьшу накрою крышечкой буквально секунд 30 на мелком огне а потом выключаю этот кастрюльку и он там еще настаивается так давайте эту радость с вами пробовать и восхищаться ну я знаю что я буду восхищаться потому что я этот суп готовлю не первый раз не знаю как он бывает вкусный если его правильно приготовить а готовил я его вроде правильно ну на запах пахнет восхищительно тут главный секрет когда шпинатик обязательно немножко лимончика он дает такую кислоту и яйцо я взбиваю именно выливаю свежее ну что тут еще запах яйца в воду тоже суп я выключил и накрыл крышкой ну а теперь на вкус вкусный суп вкусный суп вкусный суп вкусный суп то что надо можно конечно добавить было перца чуть больше но душистого не было он еще настоится и будет в миллион раз вкуснее с вами был я берегите себя не готовьте не надо шпинат вместо зеленого борща